МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники различных правоохранительных структур частые гости в оздоровительных лагерях. На этот раз с уроком безопасности спутники побывали руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России Сергей Шлыков и советник-консультант, уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области Юлия Левина. Зимой мы занимаемся в школах. Инспектора ГИМСа проводят занятия в обязательном порядке с детишками. Дабы привить им уже с детства серьёзные отношения, что водоёмы так хранят в себе серьёзную опасность. В летний лагерь приезжают сотрудники ГИМС каждую смену. Специалисты ГИМС посещают все оздоровительные лагеря всех муниципальных округов Верхней Волжья, каждый раз рассказывая об элементарных навыках поведения на воде. А также и в радость, чтобы было померить жилет спасательный и покидать круг, пусть даже и не на воде. Зато мы уверены, что у детей останется в памяти это в обязательном порядке. И уже находясь на воде, они всегда будут помнить, что нужно хранить свою жизнь. Не было отбоя среди желающих бросить спасательный круг. Степану уже приходилось кидать спасательный круг. А для чего это надо, по-твоему, в жизни? Чтобы не утонуть. А ещё ребята с интересом примеряли спас-жилеты. Теперь они знают, для чего эта вещь нужна. Иногда, работая на воде, инспектора, да, ГИМС, смотрим печальную картину, когда на хорошем катере детишек, родителей сажают на нос судна. То есть любое качение, да, волны или ещё какая-нибудь непредвиденная ситуация может вызвать падение за борт. Когда находитесь на лодках, на катерах, и если взрослые вам не дают жилеты, вы сами им делаете замечания и говорите, что нужно использовать обязательно спасательный жилет. С интересом поговорили ребята и с Юлией Левиной. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребёнка тоже частые гости в лагерях. Вы знаете вообще, чем занимается у нас уполномоченный по правам ребёнка в Берсской области. Давай. Защищай детские права. Какая ты молодец. Буквально позавчера мне звонит молодой человек. Я должна его проконсультировать, защитить его права. И он мне говорит, мне 14 лет, у меня уже паспорт, я пловец, у меня разряд. Но родители меня не пускают на речку с парнями, с друзьями. Они же не правы. Да, конечно. Потому что, во-первых, до 18 лет нельзя без взрослых сопровождений. Молодец. Ты будущий юрист. У этих ребят смена в лагере подходит к концу. Здесь они не только поправили здоровье и завели новых друзей, но и закрепили навыки безопасного поведения в быту. В жизни такие уроки точно пригодятся. Будете соблюдать безопасность на воде? Да! Компания «Альдаир» профессионально установит системы пожаротушения и контроля доступа. Окажет качественные услуги по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Наш телефон 300-020. Позаботьтесь о своей безопасности заранее. КОНЕЦ КОНЕЦ